Новая школа для жителей села Боровиха официально была включена в программу 80 на 80. Но из-за разногласий застройщика и местной власти, больше 200 детей до сих пор ютятся в здании, в котором хоть фильм ужасов снимай. Декорации подходящие, разбитые стекла, обвалившаяся штукатурка и скрипучий пол. В школе без малого 100 лет, а капитального ремонта здесь давно не было. Вот это здание отдельная столовая, дети выходят раздетыми. Туалета тоже в школе нет. То есть жить в 21 веке, имея вот такую школу в селе, это просто нонсенс. Блин, я очень жду, когда уже построят, чтобы своего ребенка туда отправить. Сейчас строительство школы на 500 учеников в селе Боровиха плавно перекочевало в программу 85 на 85, и у людей появилась новая надежда. Как нам рассказали в местной администрации, проект находится на последней стадии доработки. Если его одобрят, то в ближайшие месяцы строители приступят к работе. Но, как нам пояснил сам застройщик, нет никаких гарантий, что школу у него выкупят. А это значит, нет и гарантий, что в очередную пятилетку учащиеся переберутся в благоустроенную школу. А это кадры средней школы села Орлова немецкого района. Здесь в тесноте вынуждены получать знания больше 200 учеников. 8 лет назад основную школу признали аварийной. Детей, по словам родителей, перевели в не менее аварийное здание начальной школы. За эти 8 лет ни разу не было капитального ремонта, и оно тоже нуждается в ремонте. У нас протекает кровля на втором этаже. На первом этаже в зимнее время в кабинетах очень холодно, в связи с тем, что окна старые. Коридоры и санитарные комнаты, комнаты для гигиены не соответствуют новым требованиям. Строительство новой Орловской школы тоже было в программе 80 на 80. Однако за 5 лет не утвердили даже проект. Эстафету передали программе 85 на 85. Стоит сказать, что истории со школами далеко не единственный пример. В краевой столице в очередной раз заморожена грандиозная стройка. Больше 6 лет не могут достроить государственный художественный музей. Я давно наблюдаю за тем, как он строится, но не особо вижу прогресса. Скорое время уже построить? Ну, годы, ну, может быть, даже лет через 5 в нашем-то экономическом положении. Художественный музей Алтайского края по праву сохраняет за собой статус долгостроя. Реконструкция объекта по программе 80 на 80 должна была завершиться еще в 2015 году. Не случилось. Возникли разногласия за стройщиком, а потом и финансовый кризис. Программа завершилась. А крупнейший из художественных музеев за Уралов строит до сих пор. Ну, как строит? В разгар рабочего дня. Не видно ни одного строителя. Ведущие эксперты утверждают, уменьшились вложения, снизились темпы реализации губернаторской программы. Официальный сайт администрации края публикует информацию. Полностью реализовано только 16 проектов из 80. 64 объекта не завершены, строительство некоторых даже не начато. Правда, по словам представителей региональных властей, информацию на сайте просто не обновили. В правительстве региона рассказали, что не удалось завершить строительство 43 объектов. По словам чиновников, дело в экономическом кризисе, который пришелся как раз на период реализации программы. Но сейчас, говорят, экономическая обстановка в крае стабилизировалась. Все объекты, программы 80 на 80 будут возведены. И в данный момент они все финансируются, исходя из существующих возможностей. И есть планы их реализации. У какой-то объект, ну там, не такого масштабного плана, он будет возведен там, ну в течение, может быть, этого года. Основная масса объектов будет завершена. Чиновники также заверили, что все незавершенные объекты по программе 80 на 80 будут профинансированы. На это выделено более 1 миллиарда рублей из средств краевого бюджета. И стало понятно, что старая программа будет реализовываться параллельно с новой, только что стартовавшей 85 на 85. По которой, кстати, уже начали строить здание театра кукол «Сказка» и новую школу в Барнауле. Многие эксперты выражают сомнение, что выполнить обе эти программы за ближайшую пятилетку реально. Может быть, уместно было сократить эти программы. Понятно, что звучит это очень красиво. Там 75 объектов к 75-летию края, 80 к 80-летию, 85 к 85-летию. Но если нет возможности объективной, там, финансовой возможности, организационной выполнить все объекты, может, не стоит там, привязываться действительно к красивым числам, там, круглым датам. Безусловно, добавляют эксперты, программы разрабатывали исключительно из благих намерений. Благодаря им тысячи жителей края могут рассчитывать на новые детские сады, школы и больницы. Но чтобы эти объекты появились, строителям надо платить, а саму стройку финансировать. Поэтому без поддержки строительной отрасли реализовать и очередную программу будет проблематично. В последние годы создается впечатление, что строители уходят на второй план в развитии и экономике нашего Алтайского края. Уменьшаются объемы капитальных вложений, уменьшаются объемы ввода жилья, ну и решение социальных проблем. Одна программа плавно перетекает в другую. Количество запланированных объектов растет, сроки затягиваются, а люди по-прежнему ждут обещанных поликлиник, детских садов и школ. Ждут в разы дольше, чем им обещали и просят помощи. Я не знаю, что еще сказать, но надо, надо нам в школу, надо. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.